привет всем сейчас поставлю так где моя мышь мы сбежала привет привет ребят я на связи вчера договаривались с вами что поговорим про пресс про сушку буду сейчас отвечать на ваши вопросы собираюсь через полчаса на тренировку поэтому я с вами побуду не очень долго минут 20 поэтому оперативно задавайте свои вопросы просто приду поздно и уже решила что привет что потом будет очень поздно выходить и нет пока вы зайдете можете очень тоже начинать потихонечку задать вопросы сегодня напоминаю мы говорим про сушку про пресс как убрать живот ну вот с этого и начинаем будь совету или нет но я не особо за путь считая считаю что это очень хороший хорошо рабочий момент такой но это вот большой стресс для организма но это в общем то больше и подходит для уже подготовленных спортсменов привет ой короче все вопросы так что можно кушать на ночь кроме протеина но во первых на ночь протеины это уже знаете больше для спортсменов подходящий вариант вы вообще запомните что протеин это что это белок то есть если вы покушали белковой пищи какой-то там съели не за мясо рыбу яйца творог то вам не надо пить протеин потому что вы в общем то уже получили все необходимые вещества которые вам необходим почему не еще это он здесь он рядом у соседней комнате вот поэтому на ночь протеин пить не обязательно наклоны корпуса в сторону с гантелью эффективны для бокового пресса они к мало то что не 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 эффективно они еще и вами хуже сделают за счет того что вы работаете с отягощением на ваши бока они у вас еще становится шире также как вы например качаете ваши руки ноги спины другие мышцы если вы работаете с утяжелением у вас мышцы увеличивается в объемах то есть таким образом вы можете наоборот вашу талию увеличить и я уже рассказывала в сюжете про пресс можете найти в интернете сюжет мой про пресс там там я рассказывала как раз про эти боковые наклоны так что забудьте про эти наклоны как про страшный сон дальше как выходит выходить сушки чтобы не разнесло постепенно постепенно добавляете соль и то есть не значит обычная ошибка какая что спортсмен начинает активно объедаться очень много и в течение достаточно продолжительного времени и много еды и соль которая была ограниченной без того то старайтесь просто соленую пищу добавлять постепенно старайтесь чтобы у вас калорийность не повышалась значительно то есть если сравнивать например вот девушку скажем она уже поводится к соревнованиям у нее допустим 1000 калорий и потом она резко переходит там то есть она объедается она переходит на 4 там там 3-4 тысячи калорий допустим представляете какой то стресс для организма естественно что организм очень долгое время недополучал питательные вещества и сейчас максимум их накапливает водно-солевой обмен ухудшается а сладкое можно нельзя сладкое а если не качать пресс живот может стать плоским основа вашего плоского живота это отсутствие подкожного жира поэтому даже если вы не качаете мышцы пресса и у вас нету лишнего жирового отложения в области живота то все у вас будет прекрасно дальше только вот бежали вопросы сейчас расскажи про углеводы что мирская про углеводы я по углеводу уже очень много рассказывал в общем то я сложные углеводы ем мало то есть вы не сказали . что рассказать да конкретно какой-то вопрос поэтому что углеводов я сложных особо не ем простые углеводы я не советую кушать углеводы на ночь тоже не кушать ни в коем случае то есть если кушаете какие-то углеводы в первую очередь ну если кушать он кушать можно сложные углеводы то старайтесь их кушать до обеда Постарайтесь после обеда уже больше переходить на салаты, на зелий. Сколько я ем сладкого, я ем не очень много. Вот единственное, что я каждый день утром с кофе съедаю чайную ложку мёда. Чайную ложку мёда дам, одну-две ложки мёда. А так много я не ем сладкого. Хотя очень люблю. Что делать, если вес стоит? Ну, надо выяснять причину, почему вес стоит. То есть, либо вам необходимо снижать калорийность вашего питания. Можете попробовать увеличить интенсивность ваших тренировок. Если у вас и так без того калорийность низкая, идите задавайте анализы, смотрите показатели. Может быть, у вас там какие-то нарушения. В течение дня только творог, утром каши немного вес стоит. Как быть? Ну, во-первых, у вас, скорее всего, просто очень сильно замедлился обмен веществ, потому что вы едите. То есть, я так понимаю, что у вас, наверное, даже тысяча там не добирается. Потому что если вы с утра, допустим, съели грамм 40 каши, то есть, ну, сколько это калорий, допустим, там, 130, может, калорий. Потом творог в течение дня, скорее всего, это обезжиренный творог. Там калорийность будет тоже очень низкая. То есть, у вас очень низкая калорийность, вы просто замедлили ваш обмен веществ. Поэтому сейчас увеличиваете калорийность, выводите в ваш организм норму и только потом опять пытаетесь худеть. Будьте готовы к тому, что, скорее всего, вам придется немножко поправиться. Творог 5%. Ну, это не жирный творог, то есть, там калорийность невысокая будет. Что сделать, чтобы сбросить пару килограмм, тренироваться, ограничить калорийность питания. А если я, как мужик, протеинами на кислоты достаточно употребляю, почему вес стоит? Не набираю. Почему вес стоит? Не набираете мышечную массу, если вы имеете в виду, что... Ну, понимаете, вы должны учитывать еще тот фактор, что организм усваивается определенное количество белка. То есть, для того, чтобы быть пачками... Это, опять же, повторюсь, знаете, не надо есть пачками, даже ложками, как про соль, достаточно одной щепотки. Учитывайте, сколько ваш организм может принять этой белковой пищи и усвоить. Поэтому, скорее всего, вы, может, просто так на туалет работаете. Поэтому давайте вы умерите потребление вашего белка, пересмотрите вашу программу тренировок, и, возможно, вопрос там даю немножко скорректировать, чтобы вы начали... Или, может быть, вы веса рабочие не добавляете. То есть, что-то, какая-то проблема, значит, с вашей тренировочной программой. То есть, вы можете вообще, в общем-то, не есть протеин, аминокислоты, и питаться просто нормально и правильно, и правильно тренироваться, и у вас все будет прекрасно расти. Просмотрела я эти. Как раскрутить обменку? Попробуйте, в первую очередь, увеличить калорийность ваше питание, потому что, как правило, замедляется обмен веществ тогда, когда вы очень сильно снижаете калорийность. Плюс обязательно должны присутствовать в рационе правильные продукты, правильные белки, жиры, углеводы. То есть, вы исключаете полностью сахар, трансжиры и все продукты, которые замедляют ваши обменные процессы и ваш обмен веществ. Сколько по времени длится сушка? 12 недель. По-разному. Это все индивидуально, все зависит от исходной формы. То есть, опять же, сушкой можно назвать тот период, когда уже непосредственно человек подводится, либо же начало подготовки к соревнованиям, ну, когда вот там садится на диету. Обычно, ну, скажем, вот у меня, ну, я назову это сушкой, то есть, так, подготовки к соревнованиям занимало примерно 2 месяца. То есть, я и худела при этом, и старалась набирать при этом. Какая должна быть калорийность на сутки для девушки? Это все индивидуально, это можно рассчитать по формулам, во всяком случае, приблизительно, плюс-минус. Гормоны сильно влияют на подходе, они очень сильно влияют. Брезко снизила угли, пропали месячные. Что делать? Угли включить? Что еще делать? Посмотрите, возможно, вы еще и жиров очень мало едите. Ненасыщенные жирные кислоты обязательно необходимо кушать. Какие-то, например, омегу, там, не знаю, полезные, там, масла, льняное, орехи, авокадо и прочее кушаете. Скорее всего, у вас еще и жиров в рационе очень мало. Либо очень низкий процент жиров в связи с тем, что вы уже полностью угли исключили. То есть, тут даже проблема не в том, что вы угли исключили. Скорее всего, у вас либо жиров не хватает, ну, именно в вашем рационе питания, либо, что-то я позже зачиталась, так, либо жиров у вас не хватает, либо у вас очень низкий процент подкожного жира, что опять же является причиной гормонального сбоя. А вы, друг, все. От бега не раскачаются ноги? Ну, в общем-то, нет. Вообще, я не рекомендую бегать. Бегать не рекомендую почему? Я не вижу целесообразности. То есть, если вы хотите просто быть вносливым человеком, то прекрасно. Но если вы хотите ухудеть и делать красивую фигуру, то нет. Ягодичная от этого работает крайне мало, крайне плохо. И даже зачастую я знаю ситуации, когда, наоборот, скорее негативно где-то сказываться могло. Ну, если это не бег в гору, например. Плюс для мышц. Мышцы, наоборот, могут больше распадаться, потому что слишком большая интенсивность. Пульс очень высокий, нагрузка на сердце. Что скажешь про клизму, как профилактика? А с какой целью ты интересуешься про клизму? Профилактика чего? Плохого поведения? Силовые через день лучше делать, через день, через два. Все зависит, опять же, от интенсивности. Я могу вообще каждый день ходить. У меня обычно, знаете, как бывает, я хожу, например, пять дней подряд, и потом могу там два дня отдыхать. Артем, Артем. Если не бег, то что? Ходьба. Быстрая ходьба, ходьба в гору, можете эллипс. Эллипс, ходьба. Если бег, то бег трусой, такой легкий бег, не интенсивный. Я прошу прощения за кофе, а то я хочу перед тренировкой кофе попить и с вами поболтать. Посоветовать суперсет для попки. Мне нравится, например, мертвую тягу и потом отведение ноги назад. Вот такой мне нравится вариант. Или, например, сделали мертвую тягу и потом пошли на гиперэкстензию с утяжелением, ну, если вы хорошо подготовлены, либо даже без утяжеления. Гиперэкстензию, ну, работа не поясничная, не спиной, да, а именно ягодичная. В кроссовере? Мертвую тягу имеете в виду? Или что? А, отведение, да, отведение ноги в кроссовере. Ой, как обычно, моя еда готова. Точнее, пыльчика. Скалка тоже разрушает, скалка тоже разрушает мышцы. Ну, если, конечно, воспользуются бы, скорее всего, высокие. Отведение, отведение, да, ноги назад. О, вытащила. Как убрать внутреннюю часть бедра? Диета, это же жир. Это жир, поэтому это диета и надо убирать. Ну, и, соответственно, выполнять упражнения на внутреннюю поверхность бедра, для того, чтобы укрепить саму мышцу, чтобы она была более жесткой. Чем Денчель питается? Столько раз рассказывала, и я рассказывала, и он рассказывал. В основном он питается мясом, рыб он практически не есть. Иногда, может, лосось есть, котлетки делаю паровые. Вот сейчас я ему бедрышки запекла. Иногда ножки, бедрышки, но чаще все-таки белое мясо кушаем. И овощи, то есть он тоже сложный углевод и фактически низ, как и я. Вы после шести едите, конечно, ем. Я ем обычно где-то за два часа до сна. То есть если я ложусь, например, в час ночи, если я, представьте, в шесть поем, в час ночи, я уже там с ума буду сходить, я уже стены грызть начинал. Вот это хорошее зрение, хорошее зрение. С видением, оно поможет ли убрать внутренние прорезные бедра? Оно сможет укрепить вашу мышцу приводящую, но оно не сможет убрать жир. Но в любом случае, скажем так, тренировка будет способствовать скорейшему похудению, восстановлению вашего внутреннего бедра. Он видит нижнюю строчку. Ну, это вы у него спросите, я думаю, что видит. У вас в основном белковая пища? Да, у меня в основном белковая пища, овощи. Так, еще минут пять есть, Веренья. Где-то я на соседней комнате. Как относиться к массажу, очень хорошо. Но я больше за массажи общие. То есть я за лечебные массажи. Мне очень нравятся, конечно, всякие массажи, когда прийти порелаксировать. Но с точки зрения пользы, конечно, я больше за такие классические. А нет, ты не хочешь мне на каждый день составить список? Хоть легенды, а ты мискусты, куриные. Это лишь легенды. На самом деле я не люблю что-то там изысканно выготавливать. И раньше у меня вообще в принципе такой возможности не было, так как я работала достаточно много. И что-то там такого особенного я не делала. И в общем-то сейчас я не могу сказать, что я что-то особенное делаю. Просто стараюсь, ну как-то, наверное, чтобы не одно и то же было каждый день. А как часто выкачать ягодичные мышцы? Раньше я вообще не часто это делала. Я как-то больше, из-за того, что я еще в бодифитнсе одно время выступала, то давала предпочтение вверху. Потому что ноги у меня, в общем-то, были достаточно, ну неплохо разные. Они не были большими, они были достаточно меткие. Но мне по структуре для соревнований нужна была такая форма. Такая V-образная. Сейчас я тренирую ноги чаще. Вот сейчас пойду на тренировку тоже потренирую ноги, попу. И еще записалось там такое групповое занятие по растяжке. Хочу сегодня на растяжку сходить. Будешь выступать? Сейчас не планирую выступать. Расскажи я с вами меню на день. Чаще всего с утра это может быть... Да вообще, я так по-разному ем. Мне проще сказать, вот, не знаю, ну как... Допустим, с утра я могу поесть там творога с утрубями. Потом я съем, например... Ну у меня обычно сидят там, например, рыбку с зеленым салатом. Потом, например, новые поповые котлетки с зеленым салатом, с овощами, что-то такое. То есть потом у меня уже в течение дня больше идет мясо, либо рыба нежирная, что-то с овощами. То есть чаще всего это так. Либо где-то как перекусы, какие-то творожки, опять же, нежирные. Борщичка. И с холодцом. Лучше ходьба в гору на беговой дорожке или птический тренажер. И то, и то по-своему хорошо. Ходьба в гору мне нравится чем? Что ягодичная мышца тоже хорошо работает. Ну и то, и то хорошо. Я бы на вашем месте просто бы чередовала, чтобы мышцы не привыкали к одной нагрузке. Когда веду перископ в ТЦ, как-то все возмущенно смотрят, как с этим быть. Не смотреть, смотреть на экранчик. Не смотрите на окружающих. Вот вернитесь на экранчик, смотрите, общайтесь с вашими подписчиками. Не мало углей у тебя, Анюта? У меня мало углей, но у меня организм привык к этому. То есть я так питалась всегда, я так готовилась. То есть у меня не было там массы с большим количеством углеводов. У меня этого ничего не было. То есть я сложные углеводы ем мало. Но я ем достаточно много фруктов. Я могу в любой момент позволить себе съесть какую-то вкусняшку. Там, не знаю, там даже мучное что-то. Или там шоколадом могу позволить. То есть, ну, я считаю, что мне хватает. Я не чувствую себя плохо, я не чувствую себя как-то изнеможденной. Так что, это все, знаете, какие-то диеты. Организм перестраивается. Просто самый начальный период, он сложный. То есть, когда, если, например, девушка всю жизнь кушала углеводы, у нее организм привык. И, естественно, если она их полностью исключит и будет есть одни салаты, то она будет не очень хорошо себя чувствовать, скорее всего. Пратить утяжелители на кардиотренажер. Ну, я бы не рекомендовала. Вы лучше, если так же, существенно, масса возможностей увеличивать нагрузку. То есть вы, главное, контролируйте пульс. Если вы с утяжелителями можете выдерживать пульс для зоны жиросжигания, то, пожалуйста, на здоровье. Ты не слышала ничего о тренировочной маске? Это на тот случай, если кто-то в душ резко ходит. Тренировочная маска. Не, не слышала, не знаю, что это тренировочная маска. А то я, знаете, тоже иногда приду в раздевалку женскую. Просто я работала в клубе, где людей было очень мало. И каких-то посторонних запахов было крайне сложно услышать. И тут иногда побольше людей в зале, хотя он это новый. И сказать, что там бывает сильно много людей нет. Но иногда бывают такие кадры, что придет девушка, переодевается, кажется, бог мой. Но она же, причем, что она еще может не пойти, не помыться там после тренировки. Эти носки воняют. Ну, может, придет она сейчас к мужу домой, разуется. И что там? Очень много неопрятных. И тоже, вот я смотрю, что такие люди некультурные. Вот у меня как-то привычка, всегда заходишь в клуб, здравствуйте, здравствуйте, здоровьешься с людьми. А там вот заходят, даже зайдут первые поздоровьтесь, стоят, молчат, посмотрят, отвернутся. Ну, слушайте, может, это меня так просто игнорируют? Или это люди невоспитанные? На карте от 40 минут заниматься? Ну, да, лучше где-то порядка часа. В среднем темпе, то есть не спешите, но подольше. Ну, что, давайте еще. Как часто делаю кардио, не часто, ну, под настроение. То есть мне проще где-то, если что, в крайнем случае, не доесть. Москва не воспитана. Ну, судя по всему, да, может быть, это не везде, я так не знаю. Ну, вот встречается. Бывают, конечно, люди там все-таки здороваются, но очень много. То есть я в Минске с таким клубом не встречалась, может быть, потому что я работала в таком месте. Да, сейчас я дома. Какие продукты обязательно исключить? Сладости, мучные. Нравится в Москве? Ну, пока нравится. Нравится, да. Я еще, конечно, не прочувствовала всю прелесть Москвы, но мне кажется, что здесь будет хорошо. Сыр исключить? Да, сыр исключить, несмотря на то, что там есть и полезные жиры, но пища жирная. То есть вы можете иногда себе позволять кусочек, например, на завтрак, вы можете позволить себе кусочек небольшой съесть. И я тоже на трене сейчас. Денис будет в перескопе? Не знаю. Мне 27 лет. Все, ребят, я пошла. Завтра я не уверена. Скорее всего, я не смогу выйти на связь. Но в ближайшее время выйду. Так что контролируйте. Контролируйте мой выход на связь. Буду очень рада, что вы уходите, что вы меня смотрите. Не забывайте делиться трансляцией. Ставить мне лайки, сердечки. Смотреть мои сюжеты на YouTube. Вот. Всем хорошего вечера. Все, пока-пока. Так, я тут остановить. У-у-у.